Канобу.ру представляет 12 марта 2013 года. Одновременно с God of War восхождение, кстати. Jewel с игрой будет стоить 699 рублей. Цифровое издание Deluxe стоит 999 рублей, но самое интересное это физическое коллекционное издание. Оно стоит 3999 рублей и там будет фильм о создании, саундтрек, коврик для мыши и огромный арт-бук. Плюс много цифрового контента. Только Blizzard умеет выпускать по сути дополнение спустя 2 года после релиза полной версии. Очень смешной случай произошел во время вчерашнего запуска Black Ops 2. Несколько тысяч покупателей PC-версии обнаружили, что на дисках был записан не Call of Duty, а Mass Effect 2. И пока Activision разбирается и не знает, что делать, BioWare нашла способ выкрутиться. Она сказала, что скорее всего это знамение и таким людям нужно играть в Mass Effect, а не в Black Ops 2. Поэтому она подарила ключ Mass Effect Trilogy первым 50 игрокам, сделавшим фотографию ошибки. Ну что тут сказать, хитро придумано. Одним из потенциальных покупателей полуразорившейся THQ сможет стать Ubisoft. Простор для фантазии здесь впечатляющий. Следующая DLC для Sleeping Dogs добавит в игру целый остров. Выйдет он уже в этом году. У некоторых на диске с Lego властелин колец вместо полной версии была записана лишь демо. Похоже, на заводах нашелся какой-то шутник. А на Канобу читайте и смотрите. Зуев и Белкин рассматривают самое дорогое убер-издание Black Ops 2. При съемках никто, мне кажется, не пострадал. В Твиттере Канобу идет активное обсуждение всех главных событий игровой индустрии. Присоединяйтесь! И сегодня новый выпуск надо брать. Кто же составит компанию Белкину и Зуеву? Смотрите сегодня вечером и узнаете. На этом у меня все. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!